Итак, у нас вид места. У нас бананы, фрукты, вода, овощи. Друзья, всем привет! Сегодня мы побываем в театре, узнаем, что из себя представляет китайское шоу, что за история рассказана в спектакле и как она пересекается с историей самого города Тэнчун. В виде моего китайского соседа, который работает в этом театре, немного поговорим о китайской жизни, коснемся темы транспорта, мопедов и водительских прав для иностранцев. В чем сложность получения и какие проблемы могут возникнуть. В общем, скучать не будем, а будем знакомиться с Китаем поближе. Прошу поддержать канал лайками и комментариями, буду благодарен. Поехали! Итак, идем в театр. Взяли билеты. Время 6 часов. Вышли в театр. Мы готовы. Посмотрим, что там у китайцев сегодня происходит. Через дорогу тут очень опасно переходить. Ну, мы переходим. Потому что у нас зебра находится очень далеко. Но, слава богу, слава богу, китайцы, они всегда немножко притормаживают. Они здесь к пешеходам очень аккуратненько относятся, дабы никого не сбить, никого не покалечить. Потому что здесь у них особое уголовное наказание за такие штуки. Здесь, короче, какой-то райончик. Он похож очень на какие-то европейские улочки. Здесь очень много вот таких вот строений, узкие улочки. И очень много рядов, где всякая-всякая продается. В основном здесь еда. Китаянки очень любят подойти и пофоткаться с иностранками. У них мы здесь просто на вес золота. Поэтому это вызывает большой ажиотаж. Кстати, чем город меньше, тем чаще и больше они фоткаются на улицах. В больших городах китайцы более зажратые, привыкшие к иностранцам. Итак, вот мы подошли к театру. Я не знаю, как этот театр называется. Потому как по-китайски я совсем не умею читать. Но я все расспрошу. Я не знаю, какие шоу здесь показывают. Написано по-английски только «Fantastic Tenchong». Се-се. Се-се. Мужичок вон там стоит. Дал вот такие вот листовочки. Дома их рассмотрим получше. А вот и цены. Самый дешевый 198 юаней. 288 юаней. И VIP 488 юаней. Ну вот 198 юаней это примерно чуть больше 2000 рублей. 488 юаней чуть больше 5000 рублей. Здесь какая-то карта. Я думаю, это вот как-то относится к этим танцам, которые нам будут показаны. И к этим народностям. Это мы все дома переведем и тоже посмотрим. Вот в центре, соответственно, город Тэнчун. Где мы находимся. Итак, что мы видим на карте. 7 самых интересных туристических достопримечательностей Тэнчуна. Две горы, два моря, один город, один сад. Первая достопримечательность – вулканы. Самый зрелищный, самый молодой вулканический район Китая. Национальный геологический парк, рассчитывающий 99 вулканов. Вторая достопримечательность – гора Юньфэн. Известная дооская гора секты Цюаньчжэнь. Западной части провинции Юньнань. Названная Юньфэн из-за трех острых пиков, пронзающих небо. Расположенный на высоте более 2400 метров, он состоит из группы гармоничных храмов и красивых пейзажей, образующих волшебную гору. Также крупнейшее месторождение горячих газов с высококонцентрированными, высокотемпературными и высоконапорными фонтанами, паровыми источниками, кипящими источниками и т.д. Достопримечательность 4. Одна из 33 национальных ключевых заповедных зон в Байхайе. Это субтропическая водно-болотная местность с озером, общей площадью более 24000 метров. Еще одна достопримечательность – город Хэшунь. Самый очаровательный город Китая и знаменитый родной город зарубежных китайцев в провинции Юньнань. Основные достопримечательности – Бирманский музей антияпонской войны, сельская библиотека, дворец Ванчан, древние жилища и т.д. Шестое – национальное кладбище мучеников. Кладбище построено в 1944 году в память о солдатах-экспедиционерах, погибших в Бирманской антияпонской войне. Площадь более 80 акров. Похоронено более 2000 китайских и американских солдат-экспедиторов. Седьмая достопримечательность – это крупномасштабный театр фэнтези Тэнчун. Фантастический Тэнчун с инвестициями в более 30 миллионов юаней. Специально созданный для туризма города Тэнчун с акцентом на историю и обычаи города Тэнчун. Кстати говоря, друзья, тема китайского экспедиционного корпуса будет затронута в дальнейшем, непосредственно в самих видео-театре. Эта тема будет касаться самого спектакля и самой истории спектакля. Вот потихонечку народ подтягивается. Обычно, когда здесь много народа, это означает, что будет какое-то шоу, будет спектакль. И я думаю, что из этого числа народа здесь очень много туристов. Потому как на улицах можно было заметить, что ездит очень много туристических автобусов. Здесь рядом такое же здание, похоже на здание театра. Но здесь какие-то цветочные заповедники или продажи цветов. Я тоже здесь не знаю, что это такое. Местный контингент старшего возраста. Валя купила какую-то накидку. Какую-то китайскую накидку. Женщина фрукты продает. Женщина. Душао чен. Покажи, что купила. Валя купила. Валя купила. Сколько стоит? 120 юаней. Но она еще вот вместе с этим шикарным платьем. С этой марлей? С этой штучкой. 120 юаней это где-то 1300-1400. Честно, я пока еще не знаю, получится ли мне снять что-нибудь в театре. Именно в самом действии. Запретят мне или нет, потому как в России запрещают обычно. Но посмотрим, проверим. По крайней мере, у меня там сосед работает мой по квартире. Живет в соседней квартире. Вот. По крайней мере, я с ним попытаюсь потом договориться, если вдруг не получится снять, чтобы я смог прийти и поснимать какое-то шоу в следующий раз. Может быть, что-то такое и получится. Вот мы прошли в самую гусю. Стоим около входа, ждем, пока начнут нас пускать. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Бабуськи не туда зашли. Что за паника, женщины? Итак, у нас вид места. У нас бананы, фрукты, вода, овощи. Где наши места? Это же все наши, да? А вон там кто-то разогревается. Наши коллеги. Я ведь тоже танцую. О, а вот наш сосед. Давай, давай, ха, ха, удачи. Единственное, очень странное. Как говорит Наташа, почему здесь можно есть во время спектакля? Кстати, написано, нельзя курить, мусорить, туалет там. И нельзя фото делать. И молчать надо. Ну что, друзья, мы на Вьетнистах. У нас бананчики, яблочки. Все, что нужно для успешного просмотра спектакля. Спектакля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Вид... Продолжение следует... 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 Но это не рыбак, он чистит озеро, видимо, очищает от водорослей. Местные бабуси заглядывают, разглядывают, что там, как там. Кстати, девочка одна недавно ездила к стоматологу из нашей команды и увидела по пути змею. Довольно-таки большая змея была. Вот, теперь немножко стрёмно ходить по городу. Ну, а что вы хотели? Здесь тепло, это юг, экзотическое место, поэтому всякая всячина здесь присутствует. Уже темнеет, буду отключаться, а в этом парке мы побываем ещё раз и поснимаем на нормальную камеру, поскольку сейчас я снимаюсь с телефона. А вот, кстати, довольно часто можно увидеть. У них почему-то здесь не приняты коляски. Они часто детей носят вот так за спинами. А вот бабушка путешествует. Скорее всего, она занимается спортом. Это означает, скорее всего, быстрый шаг. Вот, а это моё место работы. Ночной клуб Босс Плюс. Наверху также простилается город. Там я тоже хочу побывать. По-моему, там, кстати, девочка нашла змею. Будем там, как говорится, побывать аккуратнее. Завтра мы поедем на рынок подержанных мопедов. Электрических, бензиновых и так далее, и так далее. Поскольку я себе хочу купить мопед, ну, здесь есть проблема. Скорее всего, мне нужны будут водительские права. Как их получить, я не знаю. Мне сказали, что это сложно для иностранца. Но на каждом мопеде, на каждом мотоцикле здесь висят номерные знаки. То есть, каждый мопед должен быть зарегистрирован. Если раньше я, когда был на севере Китая, и я мог просто купить себе мопед и просто на нем кататься, без знаков, без ничего, без водительских прав, и мне даже никто не задавал никаких вопросов, то здесь уже могут быть с этим проблемы. Но я хочу на свой страх и риск попробовать просто купить недорогой баушный мопед и просто на нем ездить по своим делам. Насколько это будет удачно, насколько это получится, я не знаю. Сегодня я расспрашивал китайца, он сказал, что штраф езды без номерного знака 200 юаней. Ну, чуть более 2000 рублей. Вот эти штуки, это прокатные электрические мини-велосипеды. Вот, они тоже все номерные. Здесь есть QR-код, который ты сканируешь и можешь оплатить, по-моему, 2,5 юаня за 20 или 30 минут езды. Это, ну, 25-30 рублей. Вот. В принципе, недорого, очень удобно, но проблема в том, что использовать их могут только китайцы. Нужен китайский ID. У них карточка по типу обычной банковской карточки. Это их паспорт. Там фотография и 18 цифр. Это называется китайский ID. Соответственно, у меня нет этого китайского ID, и получить я его никак не смогу. Поэтому я не могу использовать. Вот в Кунь-Мини я без проблем через Alipay, через другие приложения пользовался прокатными велосипедами электрическими. А здесь проблема. Поэтому я либо пешком, либо такси. Это, кстати, электрические автомобили. Вот этот цвет номерного знака означает, что он электрический. Вот там стоит машина. У нее синий цвет номерного знака. Это значит, что она бензиновая. Вот так выглядит час пик. Час пик на дороге у моего дома. Здесь, в Китае, в принципе, можно ходить по дороге. В каждой провинции, на каждом участке Китая немножко китайцы по-своему ведут. Здесь китайцы немного отличаются от китайцев на севере. Даже внешне, черты лица. Вот, чуть попозже более подробно попытаюсь рассказать об этом. Какие различия есть между народами. Ну, во-первых, здесь-то Китай граничит с Вьетнамом, Мьянмэй. Сейчас будем пытаться перейти дорогу. А вот и туристические автобусы. В принципе, когда переходишь дорогу, многие водители уступают, притормаживают. Поэтому попытаюсь не так вроде опасно. Все-все. Это я сказал спасибо, типа. Кстати, странно, но здесь именно старых автомобилей, обычных легковушек, я по городу встречаю очень-очень мало. Ну, спросом, конечно, пользуются европейский автопром, американский, японский. Хотя Китай с Японией не очень-то и дружат. Но китайские автомобили тоже довольно часто такие можно тут встретить. Вот это такие штучки перевозят всякую дичь. Кондиционеры и так далее, трехколесные. вот они недорогой этот транспорт, поэтому китайцы часто используют. Друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А тем временем я готовлю новый выпуск и он выйдет уже совсем скоро. Следите за новостями. Друзья, спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok